По поводу вчерашнего оползня, это участок, еще раз повторюсь, приватная земельная делянка по Ушакова 6. Хозяин проводил там строительные работы, решил оборудовать террасу, позабивал туда 50-миллиметровые трубы в склон. Ну и фактически, если вы когда-то копали в огороде или откалывали лед, вы прекрасно знаете, что нужно всегда пару метров отступить, пару раз ударить и лед откалывается. В принципе, плюс еще невозможность правильного отвода воды, то есть весь отвод воды производился на склон, это и грунтовых вод, это ливневых вод. Плюс, естественно, весь этот микрорайон не канализирован и там на сегодняшний день все используют выгребные ямы, то есть опять же слив полностью всех бытовых фекальных стоков идет на склон. Все это привело в совокупность обвалу именно у этого товарища, как вы понимаете, именно на его участке, там протяженностью где-то около, ну до 20 метров, до 20-20 там двух метров. Мы все прекрасно знаем о том, что у нас склоны находятся в достаточно неустойчивом состоянии и те мероприятия, которые проводились еще в советское время по ополаживанию склонов, они закончились на 16 фонтане. Дальше никуда ополаживание не пошло, поэтому они продолжают находиться в природном состоянии. К этому надо относиться очень внимательно, серьезно. Никаких жалоб в течение последних, я еще раз повторю, двух лет от граждан этого дачного кооператива, не знаю, как вам сказать, не было. И доступа, естественно, кроме как вот снять вчера было с дрона, доступа тоже не было. Что касается других склонов под санаторием МЧС, действительно там проведена была комиссия, обследование. На сегодняшний день есть у нас проект, мы знаем, как обвалить склон. Вопрос финансирования, я думаю, тоже каким-то образом мы решим, поэтому расчетом на сегодняшний день проект сделал на 300 метров. Ну, я думаю, в первую очередь нужно обвалить склон на расстоянии вот этих 56 метров. Это действительно призвано аварийным, мы ведем за ней наблюдение. Никаких работ там сверху ни МЧС, никто не выполняет. То есть достаточно по-украински оборажено, того хайно доглядаемо за цинусомным процессом. Под дачей Ковалевского 121. Там просто безобразное было отношение к противоаварийным работам, противоосумным. То есть было желание застройщика получить дополнительные квадратные метры земельного участка. Он привез грунт, не утрамбованный, не слеженный, он просто, естественно, сполз вниз. Ну, наверное, строители физику в детстве не учили как следует, силу притяжения не рассчитали. Естественно, ГАСК вышел наш, остановил эти работы, оштрафовал их, и работы на сегодняшний день по земляной работе они приостановлены. Ну, еще, скажем, в 2015 году было закончено по Черноморке ТЭПы. Есть действительно разработанные технико-экономические показатели по проекту укрепления всего берега Черноморки и ополажено. То есть то, что было сделано в советское время до 16-го фонтана, сделать на Черноморке. Стоимость проекта 2 миллиарда. Продолжать? А работа? Работа. 2 миллиарда гривен работы. Продолжать? Вот. Естественно, такие вещи без поддержки государства. Чтобы вы понимали, для сравнения, когда выполнялись работы в советское время, был задействован весь фонд Украинской ССР, весь фонд Украинской ССР для выполнения работ в одной точке в Одессе. Ну, я еще раз вам говорю по поводу аварийности пляжа. Мы приняли, вчера я там находился, приняли решение, что действительно мы вынесем этот вопрос на нашу техногенную комиссию. Они их совместно обследуют. Мы уже заказали таблички, я думаю, где-то к 12-ти, к часу они будут готовы. По мере необходимости мы эти таблички расставим, в том числе и под санаторием МЧС. А таблички-то информационные? Информационные. Ну, естественно. Но кроме ленты, вы прекрасно понимаете, что та красно-белая лента, это достаточно непродолжительная ситуация. Я, правда, не узверен, насколько таблички для наших граждан вообще ситуация продолжительная. Но, в любом случае, мы должны на сегодняшний день сделать все, чтобы хотя бы предупредить граждан, что, пожалуйста, здесь не находиться. Или находиться опасно. Продолжение следует...